Зачем Владимир Путин раздает украинцам паспорта? Это совершенно замечательный вопрос и замечательная идея. Ну, на поверхности. На поверхности. Вы знаете, я бы использовал подростковый сленг, чтобы потроллить. Кого? Потроллить свежеизбранного украинского президента, в целом украинскую элиту. Ну, конечно, дело несколько серьезнее обстоит. Дело в том, что те люди, которые живут в самопровозглашенных республиках, особенно те, которые лояльны Российской Федерации, которые с ней сотрудничали, воевали против регулярных украинских войск, они хотят иметь гарантию безопасности. И на случай, что бы ни произошло, они считают, что российский паспорт эту гарантию безопасности хоть какую-то им дает. Потому что они не верят ни в какие амнистии. Я имел несколько бесед с людьми, которые живут там и составив переписки, они говорят, что нам нужны хоть какие-то гарантии, и российский паспорт такую гарантию нам дает. Это не окончательная гарантия, да, словами профессора Приболжанского, но хоть какая-то. Потому что тогда вы с ним можете переехать в Россию. Вы сейчас говорите, по-моему, об довольно узкой категории людей, которые с оружием реально что-то делали. Нет, это не только люди с оружием, это и члены их семей, это по некоторым оценкам до 200 тысяч человек. Это немало. Это первое. Второе. Естественно, как всегда, возникает шлейф идеи, почему бы тогда не получить паспорт. Он облегчает въезд на территорию России, возможность там трудоустройства, российская пенсия. Ну, в России, конечно, выше уровень жизни. Уж точно выше, чем в Донбассе. Это несомненный факт. Но вы сейчас говорите с позицией людей, которые в Донбассе. Да. Для них это хорошо. Для них это хорошо и для них это важно. Но если говорить с точки зрения, скажем, некого международного опыта, то то, что делает Россия, не вписывается ни в одну из известных концепций мне предоставления гражданства. Базовые концепции всего две. Право почвы и право крови. Право почвы – это когда вы даете гражданство всем тем, кто является потомками, там, лиц, родившихся на этой территории до какого-то года. Допустим, все, кто имел советское гражданство или там жил на территории, они имеют право на российское гражданство. Это право почвы. Право крови, когда вы даете тем людям, чья этническая основная территория находится на территории вашей страны. Скажем, евреи, да, пожалуйста, греки тоже самое дело. Кстати, Германия, она именно право крови развивает. Тогда, если бы, скажем, Россия сказала, мы даем российский паспорт автоматически всем этническим и русским, вне зависимости от того, где они проживают, в случае их обращения. Поляки это называют картой поляка. То есть, это не паспорт, но это карта, которая вам дает весь комплекс польских прав за небольшим исключением. Но то, что предложила Россия, это и не одно, и не другое. А почему он говорил о Румынии, по-моему, о Венгрии, когда он свою инициативу объяснял? Ну, ведь есть сейчас дополнение к этому указу президента. Они относятся к каким-то крайне экзотическим группам населения, по-моему, к сирийцам, иракцам, чьи предки жили на территории Крыма. Но, смотрите, это выбраны такие экзотические группы, потомков которых вы с трудом сможете обнаружить в современном мире. И уж точно вы можете быть уверены, что не вряд ли за паспортами обратятся. Поэтому, конечно, это адресовано исключительно населению Донбасса. Здесь может быть еще один пласт или один уровень. Россия нуждается в пополнении. Ей нужны люди. У нас демографическая область. Миграции больше не восполняют. А вот из Средней Азии приезжают? Нет, уже не восполняют. У нас демографическая область. Смест, они уезжают уже обратно? Да, баланс, в общем, отрицательный. И вот вам, пожалуйста, потенциальный источник, источник населения. То есть, кстати, как ни странно, это очень цинично будет. Можно получить решение проблемы Донбасса таким образом. Россия получает нужных ей людей, а Украина получает нужные ей территории без людей. Пустые. Без людей. Или с теми людьми, которые окончательно выбрали лояльность Украины. Но я не думаю, что Россия так далеко заходила в своих расчетах. Хотя я бы этот элемент демографического пополнения не исключал. То есть, Путин, получается, вообще очень рационально действует в этом смысле? Если действительно решается демографическая проблема? Тактически, да. Тактически, да. Рационально, стратегически не очень. Потому что, еще раз повторю, ни в одну из концепций известных в мире предоставления гражданства она не вписывается. Подождите, какая разница? Будет новая концепция? Путин законодатель МОД. Да, потом сирийские жители потребуют предоставления гражданства им. Пожалуйста. И что, вы против будете? По аналогии, да, я буду против. Почему? Я буду категорически против. Потому что я не считаю, что они заслуживают гражданства Российской Федерации. Вы вредны. Нет, я не вредны. А демографические проблемы решать? А я исхожу из принципа безусловного приоритета интересов граждан России. Я считаю, что надо вкладываться в Нижний Тагил, Воронеж, Петрозаводск, Мурмас. Мы сирийцев сделаем нашу сотрудничество. Они в Алеппо, а не в Алеппо, а не в Алеппо и не в Дамаск. Мне кажется, что это самая очевидная вещь. Валерий Соловей, политолог в нашем эфире. А вот с Донбассом просто интересно понять. Вообще вот конфликт, который мы наблюдаем на протяжении пяти лет, он из-за людей или он из-за территорий? Раз уж вы так это разделили, уберем людей и тогда можно вернуться. Я бы использовал термин, который очень люблю, из-за геополитики. Россия не хочет, российское руководство не хочет, чтобы Украина уходила на Запад. Чтобы возникла возможность вступления Украины в НАТО, размещения сил НАТО на Украине и тому подобных вещей. Для того, чтобы это предотвратить, ей надо иметь рычаги влияния на Украину. Донбасс – это очень влиятельный рычаг, очень мощный рычаг влияния на Украину. Россия ведь не против выполнения Минских соглашений. Но Минские соглашения в ее интерпретации предполагают, что Донбасс становится федеративной, фактически конфедеративной частью Украины. Это очень выгодно Российской Федерации, но это крайне невыгодно, по крайней мере, украинскому эстеплишменту. Это совершенно невыгодно, поскольку это затруднит движение Украины или дрейф Украины на Запад. А у вас есть уверенность, что Украина хочет вернуть Донбасс? Я имею в виду украинское руководство, я не знаю, как население. Опять же, если рассуждать цинически и опираться на разговоры, я могу опираться на личные разговоры с украинскими экспертами и политиками, они в этом не очень заинтересованы. Они заинтересованы поддерживать тему Донбасса горячей, с тем, чтобы иметь средства влияния на мировое сообщество. Мы не проводим реформу, ну что вы хотите, война, но деньги нам дайте, пожалуйста, чтобы мобилизовывать общество. Порошенко мобилизовывал же общество таким образом, это было очевидно. Но они не очень хотят, потому что они уверены, что в случае интеграции, реинтеграции Донбасса в тело Украины, это население все равно будет нелояльно. Просто будет нелояльно, и зачем им это? Субтитры создавал DimaTorzok